Хе-хей, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И я тут проследил своими глазками, что можно заработать денежек на особенные. Операция, которая вышла буквально недавно. Скины практически все просели очень сильно, 20-30%. Но для тебя я собрал хороший стак предметов. Если ты сейчас их купишь по автозакупу, то через некоторое время ты хорошо зафиксируешь прибыль. Поэтому с тебя одну лайкусик, присаживайся поудобнее и начинаю. Открою вам маленький секрет. Здесь, в этой операции, покупается только кейс и только коллекция контроль. Это большинство людей, моих трейдеров, знакомых и прочих покупают. И есть некоторые форумы, где идется статистика покупки того или иного предмета. Я тебе так скажу. Самое выгодное вложение, которое ты можешь получить отсюда, купить эту операцию и продавать только кейсы. Допустим, ты получил две звезды, продал кейс. Получил две звезды, продал кейс. В общей сложности ты получишь 100 звезд. И из них 50 кейсов у тебя будет в твоем инвентаре. Если сейчас кейс стоит 70 рублей, ты просто перемножь 7 на 5, и ты получишь 3,5 тысячи рублей, проходя операцию. Неплохой, неплохой профит. Конечно, неплохой. Но остальном здесь вообще нет никакого смысла. Из контроля вылетает только в синева. Это и то хорошо. Обычно это вообще бледный какой-то тебе предмет, где ты, ну, никаких денег не получишь. А вот кейсик, я тебе повторил. Ты можешь себе вместо одной операции потом сверху еще 3 купить. Но это пока кейс стоит таких денег. Я уверен, что люди это пронюхают, и потом кейс начнет тихонечко снижаться. Пока есть возможность, дружище. Можешь подзаработать. Летим к следующим предметам. Уже операцию трогать не будем. Я тебе покажу, какие еще предметы можно купить, чтобы точно поднять профит и денежки себе в карман. Вот тут можем мы серьезненько поговорить о кейсе разлом. Порог входа минимальный. Это подойдет как и для новичков, так и для профессионалов. Хотя профессионалы по-любому уже этот кейс купили, и они знают, что нужно делать. В итоге, почему этот кейс вырастет в цене? Потому что внутри этого кейса находится охренительный нож. Да не один, их несколько. И они стоят хороших денег. Поэтому кейс не может торговаться в районе 16. И минимум цена этого кейса действительно 40 рублей. Давайте спустимся ниже и убедимся в этом. В данный момент по 16 с половиной смело ты можешь поставить на автозакуп. И действительно, уже через некоторое время зафиксировать профит, хоть и минимальный. Но я буду, лично я, держать его минимум до 40 рублей. А там уже и посмотрим. Смотри. Вот видишь? Да, он не лимит. И вы можете говорить, он все равно просядет. Нет. Он будет торговаться в районе 40 рублей точно. Поэтому часть кейсиков я точно солью в 35-40. А там и посмотрим. Возможно, все и остальное. Советую тебе действительно сейчас. Хороший момент захода. Потому что через некоторое время буквально... А, ну, видео выйдет завтра. Поэтому уже вышла вторая неделя. И я уверен, сейчас кейсик и еще чуть-чуть этот просядет. И на этом моменте ты можешь смело закупиться. А дальше только вверх. Только вверх и только профит. Ну что, летим к следующей хорошей инвестиции. Тише, тише, тише. Сейчас я тебе покажу, где реально можно поднять скинсы. Залетаем на сайт hellstore.net. Есть здесь несколько игр. Как coin flip, так и classic. Сегодня, кстати, покатаем в классике. Что такое этот классик? Это чем больше ты поставишь вот в этот кружок, тем больше вероятности забрать весь банк. В принципе, давайте сейчас поставим ставку. И на примере покажу, как это выглядит. Итак, есть у меня парочку предметов уже из инвентаря Hellstore. Давайте сразу мы их поставим и испытаем свою удачу. Нажимаем кнопочку поставить. И все, мы в игре. Пока 97%, но подождем, ребята еще зайдут. До начала остается 3 секунды. 46% победы у меня. Остальные? Фу-ху-ху-ху-ху. Давайте, пацаны, пожелайте мне удачи. Так, 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 а вот здесь надо остановиться. Ха-ха, Серега молодец. Ну и для тебя, конечно же, подгонщик. Заходи на сайт hellstore.net, вводи промокод cyberbanana и испытай свою удачу. 60 центов прилетит тебе молниеносный на счет. Пробуй. Ссылочки в описании. Ну как же без юспа извилины? Действительно, этот предмет сейчас очень хорошо просел в цене. И смело ты можешь по автозакупу его покупать в районе 270 рублей. Можем можно 275. И буквально через некоторое время я по-любому тебе говорю, что он вырастет до 350, для 370. А возможно и к 400 со временем он все равно подойдет. Потому что этот юсп действительно интересен своим красивым дизайном. Поэтому по-любому он вырастет и по-любому он востребует. Давайте посмотрим на графики и действительно убедимся в этом. И да, он торгуется в среднем 360-340 рублей минимум. Торговался спокойно. Ну, если ты никуда не торопишься, 350 для тебя спокойно ты можешь забрать буквально через пару месяцев. И смотрим сейчас. 280 он просел. 270 автозакуп. Вот как мы видим. Да, действительно, вот. 275 прямо сейчас ты можешь по автозакупу покупать. И через некоторое время по 360 фиксировать. Хорошая прибыль для тебя. И хороший скинчик у тебя в инвентаре. На всякий случай. Пока можешь не покатать, пока он не поднялся с цене. А потом перепродавать. Все, дружище. Я уверен, что у тебя это получится. Идем к следующему. С извилинами понятно. Там просто максимально надо дождаться момента, когда цена вырастет и ты зафиксируешь прибыль. И достаточно в быстром манере, да. Но вот тут калаш красной линии. Почему именно я его выбрал? Все просто. Ты здесь по автозакупу можешь выцепить его с очень крутыми наклейками. Где ты потом на других сайтах сможешь спокойно обменять его. Либо на денежки, либо на какие-нибудь другие скины, которые ты снова сможешь перепродать. Я считаю, красная линия всегда актуальной инвестицией. Не важно, выходит ли обновление или не обновление. Всегда нужно стоит присмотреться просто к этому калашу. В данный момент он торгуется в районе автозакупа 1040, но 1025 мы смело можем дождаться. А потом, сейчас он, допустим, торгуется... Да, сейчас дешево. Но со временем, я уверен, он будет стоить... Ну смотри, он торговался совсем недавно 1200. То есть ты уже в нулину точно уходишь, а с наклейками будет четко. И он потихоньку растет в цене, что если ты никуда не спешишь, если ты охотишься за наклейками, то тогда это для тебя инвестиция. А мы летим к следующей. Ладно, ладно, ладно. Давайте пройдемся по коллекции контроль. На самом деле, абсолютно каждый предмет из этой коллекции будет расти в цене. Почему? Да потому что все будут охотиться за вот этим АВП-градиент. Выбить его из вот этих вот этих звездочки вообще нереально. Выпадает абсолютно вот эта самая серая шляпа какая-то. Поэтому я считаю тебе, стоит прямо сейчас по автозакупу закупать все, что ты только можешь купить из этой коллекции и просто захолдить минимум на полгода. И через полгода ты офигеешь со своего профита. Я постараюсь тоже это сделать, а потом тебе показать, сколько я на этом заработал. Ну ладно, здесь все понятно. Коллекция контроль, актуалочка на сей день. А летим к следующей инвестиции. Вот тут немножко спорная инвестиция, поэтому тебя в комментариях хочу спросить. Наклейка боевые шрамы голографическая. Реально ли в нее сейчас вложиться в районе 300 рублей? И чтобы потом где-то по 700-750 ее продать. Я думаю, что парочку таких наклеек стоит купить, чтобы просто посмотреть и, возможно, даже убедиться в своей правоте. Как считаешь ты? Потому что цена потихонечку, но растет, и никаких сильных просадок нет. То есть, серьезно, тихонько, ребята готовы по 300 реально скупать. И тихонько не спешат ее даже продавать. Поэтому давай в комментариях обязательно пиши, что ты по этому поводу думаешь. А я парочку таких голографических себе возьму. Летим к следующей инвестиции. Самая же актуальная тема все же кейсы. И я хочу поговорить сейчас о оружейной кейсе операции «Прорыв». Почему именно он, а не какой-либо другой? Да потому что тут выпадает крайне редкий нож-бабочка. Да, может выпасть какая-то шляпа. Но выпасть может и какой-нибудь градиент, который стоит нереально больших денег. За счет чего его этот кейс как раз и торговался в районе 70-75 рублей. Но сейчас он просел до 55. Ну, можно даже и постараться выкупить его по 54. Немножко дождаться, а потом по 70-75 его слить. Возможно, еще чуть-чуть подождать, если ты вообще никуда не торопишься. А потом и слить его еще дороже. Но нож-бабочка, ты сам знаешь, стоит дорого. Поэтому парочку кейсов стоит прикупить, чтобы получить быстрый легкий профит. Окей, летим к следующей инвестиции. Ну и давай, чтобы не затягивать ролик, последняя инвестиция. А именно М4А1С Хрусталь. Но если ты хочешь продолжения роликов таких, по типу, куда вложить и так далее, напиши в комментариях, хочу инвестиции еще. Итак, почему же Хрусталь? Во-первых, сейчас он торгуется в районе 190 рублей. А его цена совсем недавно была 271. И я уверен, эта цена будет расти все больше, больше и больше. Потому что этот скин действительно красивый и очень сейчас выгодно вложиться в него. Я также куплю парочку и снова их потом перепродам и получу с них прибыль. Уже, кстати, я такое делал. И я уверен, тебе это тоже поможет. Я бы с тобой много о чем еще поболтал. Но на сегодня это действительно все. Спасибо тебе за просмотр. Спасибо тебе за твой поставленный лайк и за подписку на канал. Нас уже 70 тысяч. И я рад каждому новенькому. Ну и старенькому тем более. Все. Давай, удачи и посмотри вот этот годный видос для тебя старался. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok